Второй день в экспертной среде и соцсетях идет обсуждение. Действительно ли злоумышленники пытались похитить народного депутата? Или все же это было инсценировано? Почему у общества такое неоднозначное отношение к этому скандалу? И другие его подробности дали материалы наших корреспондентов. Это видео вчера попало в интернет. Александр Кушнарев, депутат Лиманского райсовета Одесской области, якобы обсуждает с сообщниками, как похитят Алексея Гончаренко и что с ним будут делать. От того, что я ему сделал, еще никто не умрел. А мы с левой ехали. Все. 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 Что, мама? Хватит. Помимо Кушнарева вчера задержали еще двоих человек. Все находятся в СИЗО. Сегодня им объявили о подозрении. Это действия, которые спрямованы на распадение национальной и расовой вражески. А также это посягания на жизнь, на насильные действия в связи с государственным действием, то есть народного депутата. Сам герой истории сегодня в Верховной Раде уверял, его хотели искалечить. Их мотив это террористический акт, акт запугивания. То есть они как антиукраинское подполье такое, если они способны украсить народного депутата, общественно-политического деятеля, обезобразить его. Они же не хотели меня убивать. Они хотели искалечить, обезобразить и выкинуть. И это такой акт террора, который они планировали. Правда, на саму историю с похищением Гончаренко многие отреагировали весьма скептически. Еще не успела появиться информация, что депутат жив-здоров, а соцсети уже заполнили саркастичные комментарии. И так реагировало большинство. На ведомий выкрали Гончаренко. Штази, Мещисть, ФСБ, Бонд. Как думаете? Чем же вызвано такое ироничное отношение к, казалось бы, серьезному происшествию? Политологи предлагают вспомнить карьерный путь народного депутата. И так, 2009-й. Гончаренко – молодое лицо партии регионов. Яростно борется за русский язык и пугает избирателей националистами. Позволили прийти к власти националистам. Оранжевым, которые... Или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать. Но которые разъедают нас. Мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером. Виктором Януковичем! А вот весна 2014-го. Гончаренко резко будто прозрел. Янукович уже не тот и за национальную идею готов бороться. Сбороса! Как можно снять флаг своей страны? Объясните мне! Избиратели тогда обвинили Гончаренко в предательстве. А он, будто учуя в тренд, продолжал эпатировать публику. То в зале Совета Европы появится в неожиданном виде, то его арестуют в Москве за участие в марше памяти Бориса Немцова, то разрисуют фрагмент берлинской стены возле посольства ФРГ, чем вызовет международный скандал. И вот свежая новость. На раскрутку 700 тысяч долларов одолжил ему тесть, который работал в Газпроме водителем. Сам по себе образ конкретно вот этого народного депутата, он далеко не позитивный. Поэтому когда вот так вот сразу, ни с того ни с сего, вот этот сюжет о похищении, оно естественно вызывает сразу естественным образом простого гражданина сомнения в правдивости. А не является ли это каким-то пиар-ходом, для того, чтобы привлечь к себе внимание? Эксперты говорят, поведение на грани фола, конечно, приумножило количество упоминаний в СМИ. Но в то же время политическое флюгерство, которым отличается Гончаренко, и нарочитая игра на публику, заметно подкосили рейтинги. Поэтому вот зловтечная такая реакция в многих социальных мережах. Это чисто такое психологическое явище, когда много кто, после того, как поменял свою политическую ориентацию, хочет быть святейшим Папой Римского, хочет быть найпатриотичнейшим патриотом, потому что у них за спиной в биографии были какие-то антипатриотичные акции и антипатриотичная позиция. Меру пресечения задержанным должны избрать в понедельник. Но в Одесской региональной организации оппозиционного блока уже заявили, инсценировка с похищением Гончаренко и обвинение в адрес Александра Кушнарева это спланированная политическая провокация. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.